Первое, что я советую вам сделать, это такой, знаете, хороший, добротный макияж, потому что камера очень сильно съедает макияж, и хорошо себя заматируйте, заматируйте свою тазону, если у вас жирное лицо, то все лицо. У меня вот такая пудра от Mark, и она белая, она просто наглухо матирует кожу, поэтому я знаю, что на фотографиях кожа не будет блестеть жирным блеском, но хайлайтер я советую нанести, потому что это придаст вашей коже именно красивого сияния. Я обычно себе делаю просто легкую какую-то стрелку, крашу губы, румянец, реснички, бровки, все, супер. Камера, она очень сильно съедает макияж, поэтому учтите это, если хотите макияж такой прям в инстаграмном стиле, то делайте его ярким. Я больше все-таки люблю на такие стрит-фэшн, стрит-луки фотографии делать себе абсолютно натуральный макияж, и тогда кажется, что я без макияжа, но если я буду без макияжа, то тогда будет казаться, что я заболела. Я просто обожаю сейчас эту тушь, эта тушь от Lancome, называется она Mr. Big, она вот такая пушистая, и вообще все туши от Lancome, они просто обалденные. Что касается нарядов, я всегда заранее продумываю то, что я буду надевать на фотографии. Я хочу сфотографироваться в этом сарафане, показать, как он сидит, он просто обалденный. И вот две пары обуви, которые я буду надевать, какой-то цвет странный фиолетовый, он на самом деле не такой. Сейчас приехала к оперному театру, здесь безумно просто красиво, и вот я хочу вас познакомить со своим другом Владиком. Всем привет! Владик помогает делать мне фотографии, и я ему, надеюсь, тоже помогу, если ему понравится, как я фотку. У Владика очень красивый, кстати, инстаграм, очень стильный. Я стараюсь, прям сюда вкладываю. Так что я реально советую вам подписаться. Да, сейчас мы будем вас учить, как делать хорошие фотографии. Да. А я в таком платье пирожное. Так, значит, для начала мы выбираем красивую локацию. Сегодня мы выбрали для наших фотографий, для этого нежного образа, оперный театр в Киеве. Первых советов всегда нужно смотреть в сторону солнца, чтобы свет падал на ваше лицо равномерно. Я не знаю, а так и супер тяжело. На вот такую камеру проще всего снимать. И качество лучше. Вот так вот сижу на камнях. Хопа, болит, но зато делаем красивые фотографии для инстаграма. Владик настоящий профессионал, так что посмотрите его инстаграм, я вам настоятельно советую это сделать. Итак, сейчас мы будем показывать вам, как сделать красивый флэтлэй. Флэтлэй это предметные фотографии. То есть мы раскладываем красиво, например, очки, сумку. Или мы хотим сфотографировать нашу новую пару обуви. Мы все выложили красиво в кадре. Не нужно делать большие промежутки между предметами, чтобы все было органично. И вот получается приблизительно какой-то такой кадр. Ты мне знаешь, кого напоминаешь? Молодого из Сен-Лорана. Ну, не знаю, мне человек 7 или 8 сказали. Серьезно? Ну, видишь? Класс. Ну, надеюсь, это хорошо. Ну да, так он такой стильный мой морячок. Я когда отметил их истории, они мне написали, что сердечки написали. Класс. Мы сюда? Ну, вообще мы сядем где-то там, а что-то сфоткаться можно сюда. Где? Вот здесь на стеклом? Да. Мне кресло что-то не очень нравится. Мне кажется, у них внутри прикольнее намного. Потом свет пол будет. Там есть... Так, перебираемся в туалет, я как-то присоединяюсь в телоплатье. Вот это платье сейчас не видно. Сюда, вот это, вот здесь стопки. Мы сидим с Владиком, выбираем фотографии, я просто в шоке. Как вообще можно делать такие классные фотки? Вы еще говорите, что у меня классные фотки, сейчас вам покажу. Просто посмотрите на фотографии, которые делает Владик. Вообще, как будто это какой-то, не знаю, суперкрутой фотограф делает. Ну понятно, что это не Владик, не Владик сам себя фотографирует, но вот это обработка вообще, все. А покажи эту фотку. Затумка. Да. Ее или нет? Конечно, это вообще произведение искусства просто. Очень красиво. Зачем мне нравится его цвет? Очень. Сейчас попробуем. Ну можно попробовать. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это коротенькое видео. Я просто хотела вам показать кусочек того, как я делаю фотографии. Если вам интересно посмотреть, как я обрабатываю свои фотографии, то напишите мне в этом в комментариях. Я вам покажу бесплатные программы на телефоне. Сейчас очень модно такие либо очень белые фотографии, либо очень приглушенные, либо какие-то серые. Я все-таки выбрала для себя, как мне нравится. Это более какой-то такой яркий инстаграм, сочный, красочный. Вот вы можете видеть, он у меня такой очень разноцветный. Мне это очень нравится. Акцент я ставлю именно на наряды, которые можно носить в городе. Ну если я куда-то еду на море, то там я тоже фотографируюсь, конечно. Но больше всего мне нравится именно делиться с вами какими-то, здесь красное пятно, какими-то интересными брендами, какими-то интересными магазинами или модными советами. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет очень приятно, что оцениваете мой труд, потому что я не просто иду и там, о, сфотка меня, я прям специально готовлюсь к этим фотосессиям всегда. И фотка в инстаграм это не просто фотка в инстаграм, это что-то немножко больше. От себя я могу вам посоветовать, чтобы вы, когда шли на какие-то красивые фотосессии для инстаграма, то всегда готовьте места себе. В инстаграме есть такая функция, кстати, очень удобная. Если вот вам понравилась какая-то фотка, к примеру, вот Наташа Нафи выставила фотографию, и здесь такой флажочек, добавляете ее себе в избранное. И я так делаю всегда, когда ищу какие-то классные места, добавляю себе в избранное, чтобы знать, куда пойти пофоткаться. Вот, и обязательно готовьте наряд, это очень важно. Если у вас плохого качества телефон фотка, то берите камеру. Я раньше, когда у меня шестой айфон был, я всегда фоткала на камеру в основном. Сейчас, наконец-то, я купила себе 7+, и у меня качество очень хорошее, поэтому могу и на телефон себе позволить пофоткать. Так что, находите меня в инстаграме, Каменская Лера. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok